На Урале объявлен особый режим из-за аномальных холодов. Все экстренные аварийно-спасательные и дежурно-диспетчерские службы переведены на режим повышенной готовности. Усилено патрулирование на трассах. Предприняты дополнительные меры защиты коммунальных и энергетических объектов. Так, в Миасе в управляющих компаниях на готове специальные промышленные фены. Они отогревают трубы. Использовать нужно осторожно, обрабатывать понемногу участок за участком. Чтобы сети не лопнули, такое оборудование нужно, если в морозы трубы перемерзнуты и тепло не будет доходить до верхних этажей домов. И если произойдет авария. Ну, допустим, бывает такое, что где-то что-то труба лопнула, лопнула. Ну, допустим, ребята закрыли. Пока бегали туда-сюда, у нас происходит что? Движения воды нету. На улице, допустим, за 30 трубу прихватило. Надо же отогревать. На автовокзале Челябинска отменили около 30 междугородних рейсов в Казахстан и горнозаводскую зону. Челябинские школы сегодня наполовину опустили из-за морозов. Утром в городе было минус 27, по ощущениям, до минус 38. И для учеников с 1 по 7 класс занятия отменили. Причем в обе смены. 8 и 11 классы пока продолжили учиться. Однако ситуация завтра утром может измениться. Ночью синоптики прогнозируют до 34 градусов, до минус 34 градусов по области. На трассе М5 из-за отказа топливной системы останавливаются большегрузы. Подробнее о ситуациях на дорогах расскажем в следующем выпуске «Времени новостей» в 21.30.